После выхода нашего сюжета стихийный рынок на улице Салютной исчез. Прошло несколько дней и пару незаконных киосков вернулось. Теперь городские чиновники не спешат их демонтировать. Поэтому жители с незаконными киосками стали вновь бороться самостоятельно. Ведь предприниматели подключали электропровода напрямую в щиток многоэтажки. Мы ее днем обрезали ему провода. Он ночью снова подключался неизвестно каким способом. Мы днем опять отключали. И так эта война длилась неделю. Незаконные киоски здесь поставили в марте. Жители писали жалобы в КУИЗО. После того, как павильоны появились вновь, местные опять стали звонить чиновникам. Ответ МКУ «Городская среда» удивил. Мы не можем сейчас поехать и его снова демонтировать. Потому что ничего в решении об этом не сказано. И поэтому, чтобы нам его убрать, вы, пожалуйста, вновь должны повторить процедуру обращения. То есть с заявлением, с указанием этих объектов, размещением их по кодам. Согласно новому порядку демонтажа, принятому Гордумой в марте, даже когда чиновники выявили незаконный объект, им нужно заявление от недовольных. Такое положение противоречит закону. УФАС внесло предписание челябинским депутатам об изменении официальных документов. Может привести к бездействию по демонтажу таких объектов. Также может создать преимущество предпринимателям, которые разместили такие объекты незаконно. Ну и кроме того, в этом порядке указано, что если в течение шести месяцев не поступит такое заявление, то только уже по истечении полугода будут приняты соответствующие меры по демонтажу. К тому же снос киоска могут отложить, если не будет бюджетных денег, а сам демонтаж по закону может затянуться на 9 месяцев. После выхода из отпуска депутатам придется провести работу над ошибками. В Челябинскую городскую думу поступило предупреждение Челябинского УФАС России. В связи с тем, что разработчиком и исполнителем данного решения является администрация города Челябинска, данное предупреждение будет направлено в адрес разработчика для детальной проработки замечаний Челябинского УФАС. Исправить положение о демонтаже депутаты должны до 15 сентября, иначе выпишут штраф. Сейчас в УФАС рассматривают еще одну жалобу по незаконным киоскам. Челябинец заявил, что чиновники не могут снести почти 300 павильонов, которые официально признаны незаконными. Дмитрий Бачко, Андрей Грещук, 31 канал.